всем привет с вами блог авто мпс и буквально через несколько минут чехи сдернут покрывало совершенно нового кроссовера skoda corolla ну как совершенно нового мы знаем что в европе он продается уже год как но вот сейчас будет показан российский corolla что с ним будет какие будут моторы какие цены мы узнаем совсем скоро а перед этим я хочу вам показать одно очень интересное место я зашел в офимол друзьям магазин star fall для того чтобы обновить гардеробчик на носу новый год корпоративы мероприятия надо везде выглядеть круто и вот эта футболочка настоящая affliction отшитая в калифорнии джинсы rock revival если честно я ни разу еще не видел в россии магазина в котором было бы такое количество настоящей американской одежды это не преклонение это констатация факта вот оно есть maiden usa причем это не карман это джинсы полностью сшиты в америке из настоящей американской джинсы я понимаю что это очень сложно передать вот так вот по картинке поэтому ну это надо просто зайти и потрогать вот своими собственными руками обыкновенная черная шапочка она на самом деле из кашемира а вот эта аппликация это настоящий питон а вот эта маленькая часть крокодила настоящего футболка пози осбор ну вы вы все знаете и также сделано в сша из американского же хлопка заходите парням старфол кроме того у них есть интернет-магазин и все эти и в жизни по промокоду авто мпс вас ждет скидка 10 процентов ну и здесь вы конечно же найдете огромное количество настоящий мужской крутейший одежды но и для вашей спутницу здесь тоже обязательно что-то подберут а вот и долгожданный коров что-то показала его в европе год назад он там уже колесит на них можно прокатиться и только сейчас до нас наконец-таки добрались именно автомобили уже максимально приближенные к тому что будет продаваться на стране и сборка будет налажена в нижнем новгороде на выбор будет два мотора либо атмосферник 1.6 110 лошадиных сил он собирается в россии и шкодовцы его устанавливают ну практически на всю линейку но в данном случае это 1.4 turbo 150 лошадиных сил он может быть двумя вариантами коробки передач если это полноприводный автомобиль как конкретно вот этот то это будет мокрость dsg а кроме того если взять коробки с мотором 1.4 turbo но с передним приводом то он будет оснащаться 8-ступенчатым автоматом вот как-то так получилось непонятно почему нельзя было автомат приторочить полному приводу ну вот в общем то будет такой сложный выбор хочешь комфорта бери автомат хочешь ездить зимой бери полный привод с dsg а вот с дорожным просветом у коробку вы все не слишком здорово заявленная цифра для российского рынка 160 миллиметров всего лишь то есть у крета 19 сантиметров у арканы 20 сантиметров а у коробка всего лишь 16 это iphone 6 его высота с чехлом 162 миллиметра и если его залезть вот сюда поглубже то он ну практически застревает то есть если есть зазор то минимальный так что 160 миллиметров я боюсь что это правда вот здесь под бампером вроде бы много здесь по месяца аж два телефона тут сантиметров 25 по 30 и бампер такой мощный хороший жесткий пластик тут все правильно сделано но клиренс 16 сантиметров это нет для россии увы для начала скорость и запустит исключительно переднеприводные короки с мотором 1.4 turbo и с тем самым восьмиступенчатым автоматом цена средней комплектации ambition 1 миллион пятьсот пятнадцать тысяч рублей есть еще более богатая комплектация style но будут и более скромные версии так что я боюсь что вершина это но 1 из 7 даже может быть 1 и 8 ухты какие кресла они комбинированы это алькантара а вот это уж не знаю будет это настоящая кожа или искусственная но сиденье сто процентов комбинированы мультимедийка не самая большая честно говоря ожидаешь что в дорогих версиях точно она будет покрупнее посмотрим в моем случае этот dsg и полный привод тут вариантов никаких то есть если вы хотите полноприводный автомобиль то он будет исключительно с dsg есть амбиентная подсветка сейчас на зеленый но цвет подсветки разумеется можно менять разъем для из дишек вот здесь вот есть маленький юсб тайп си такая овальная штука но который можно втыкать любой стороной такие держалки кстати из мягкого пластика не знаю но наверное кому-то может пригодиться сам пластик также достаточно мягкий по всей передней панели это здорово есть подсвет зеркалах есть а чеш не чик обыкновенный руль ничего нового ничего свеженького нет цифровой панели прибора по крайней мере на этом автомобиле а мы предполагаем что он топовый ну либо близок тому подлокотник достаточно удобно регулируется то есть его можно регулировать по длине можно регулировать по высоте и выставлять на каком-то подходящем уровне стояночный тормоз электро гидравлический и кроме того есть электропривод водительского кресла то есть можно плавненько ездить вперед назад регулируется поясничная поддержка да и сами кресла хороши у них мощные валики боковой поддержки мне бы хотелось бы чтобы они были чуть плотнее но для чуть более крупного будет хорошо сзади вполне ожидаемо просторно разумеется массивный центральный тоннель потому что есть полноприводные версии вот это абсолютно очевидно кожзам прям вот такой дермантин дермантин но место для ног много над головой еще больше очень хорошо есть диодная подсветочка есть подогрев задних сидений а вот здесь вот разъем type-c розетка на 12 вольт и даже розетка на 220 тройной подстаканник и широченный проем для лыж это здорово в дверях также очень большие карманы но уже никакой амбиентной подсветки разумеется не предусмотрено спинка не регулируется по углу наклона сидеть удобно пойдемте заглянем багажник багажник открывается с помощью электропривода не сказать что он сверх расторопной но нормальный заявленный объем багажника 521 литр мне честно говоря верится с трудом шкодовцы максимально выжили его по высоте то есть они задрали его прям вот но настолько насколько только было возможно как только он появится у нас в распоряжении в москве мы обязательно его протестируем кубиками по мере я бы сказал на вскидку литров 400 но может быть 420 никак не 500 тут нормальная полочка узенькое запасное колесо удобный органайзера вот сюда сверху можно много всего накидать есть держалки он все более-менее хорошо приятно сделано есть крючки вот тут вот очень необычная такая ниша достаточно удобная есть лямки все очень хорошо продумано и вот здесь же есть ручки с помощью которых можно сложить сиденья и как видите мы как обычно в школе получаем ступеньку не очень высокую сантиметров на 67 но ступенькам увы получается с коробком на этом все но skoda приготовила еще один сюрприз пойдемте посмотрим а вот это настоящий сюрприз его никто не ждал но он появился это новый rapid профиль точно такой же автомобиль котором мы привыкли но совершенно новыми парами с немного доработанной платформой под капотом увы без сюрпризов это старый добрый 1.6 110 лошадиных сил он может быть механикой может быть шестиступенчатым айсином кроме того наверняка будет мотор 14 но будет в нем 150 либо 125 лошадиных сил никто пока не знает вот такие автомобили с атмосферником стартуют в первом квартале 2020 года несколько позже должны появиться и турбированные версии но по ней пока никаких подробностей базовая цена этого автомобиля 829 тысяч рублей точно так же как было у rapido предыдущего поколения пойдемте заглянем в салон а вот салоне новостей найдется в первую очередь это конечно же двухспицевый руль помните 220 mercedes вот это она нижней спицы нет вот тут очень интересные сквозные отверстия такие удобные колесики но наверняка это особенно с дорогой комплектации стандартная шкала приборов все более-менее традиционно мультимедийка достаточно интересно не очень большая диагональ я бы сказал на вскидку так дюймов 78 но достаточно хорошей графикой с быстрым интерфейсом все листается хорошие отклики но учитывая что это топовая машина ну как-то так разумеется жесткий пластик появились зеркала но без подсветки раньше насколько я помню у rapido не было и зеркал в принципе место ну более менее достаточно вот я сейчас регулирую сидение под себя по ширине салон остался таким же узеньким как был раньше ручник также не слишком удобно расположен непосредственно под подлокотником а вот здесь вот очень интересно расположены два юсб разъема но это маленький тайп си сзади вполне просторно место для ног есть есть достаточно большой подстаканник такая настоящая подбутылочница здесь также пары юсб разъемов тайп си есть подогрев задних сидений но это уже бывало место над головой как и старом rapido но скажем есть если сидеть так повертикальнее но если распрямить голову то вы упрётесь макушкой все как положено есть достаточно удобный центральный подлокотник он широкий он на два с половиной стакана а кроме того есть лючок для лыж вот это круто вот это молодцы а вот и самый главный актив rapido это конечно же его огромный багажник больше 500 литров все как положено все как мы любим удобные кармашки которые можно трансформировать при складывании сидений по-прежнему образуют достаточно высокую ступеньку есть лючок для лыж есть вот такой вот органайзер для того чтобы крепить все что у вас будет болтаться поэтому багажнику настоящий simply clever запаска на штампованном колесном диске но почти полноразмерная достаточно широкая вместительный приятный органайзер но качество отделки как обычно просто кусочек арголита кусочек ковролина и получилось skoda есть крючочки есть розетка на 12 вольт но то есть rapid по-прежнему останется лидером по объему багажника и это круто естественно это лифтбэк так что перевести холодильник на нем проще простого ну и конечно очень эффектные задние фонари узенькие такие стремительные вот это круто время подводить итоги и я возвращаюсь разумеется короку с rapid все понятно он будет хорошо продаваться хорошая базовая цена 830 тысяч рублей то есть богат оснащенный автомобиль это будет миллион может быть миллион сто примерно столько же сколько сейчас стоит rapid и с ним все понятно это обновление хорошо известного автомобиля он стал немного лучше в мелочах он будет продаваться вот короку у меня честно говоря проблем больше меня напугала цена средне оснащенного переднеприводного автомобиля с мотором 150 лошадиных сил и полтора с лишним миллиона рублей то есть богатые полноприводные машины это миллион семьсот я боюсь что может быть даже миллион восемьсот то есть это ни разу не цена кроссоверов сегмента b как например крето и аркана которые вы за полтора миллиона берете 150 сильный полноприводный в максимально возможной комплектации и у них дорожный процент будет 19 20 сантиметров здесь да есть мягкий пластик в салоне но при этом клиренс всего лишь 16 сантиметров и я боюсь что это может стать камнем преткновения для этого автомобиля у него хороший просторный салон он не дотягивает до полноценных соперников сегменте c как kia sportage как тот же tiguan короку все-таки чуть меньше но при этом стоит чуть чуть дешевле и я не знаю если в принципе вот эта ниша если зазор между крето и арканы и kia sportage и tiguan в принципе можно ли туда вклиниться и будет ли продаваться корок с дорожным процентом 16 сантиметров друзья оставьте пожалуйста свои комментарии под этим видео удачи и хороших вам автомобилей и Субтитры сделал DimaTorzok